Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Овощной боулинг и кабачковый фудкорт под открытым небом. В эту субботу в Майдановском парке отмечали праздник урожая «Золотой кабачок». Его тема – год российского кино. Каким урожаем хвастались, какой вкуснотищей угощали и какие песни запевали, расскажет Татьяна Барулина. В этом году «Золотому кабачку» исполняется 13 лет. Раньше этот праздник отмечали в деревне Боблова. Это был небольшой фестиваль «Капустник». Сегодня «Золотой кабачок» вырос до масштабов районного праздника урожая. В Майдановском парке гуляют сразу на нескольких площадках. Одна из главных – выставка-ярмарка, самая вкусная и хлебосольная. На скатертих-самобранках соленье и варенье, щедрый стол, богатый урожай. Его везут со всей округи, что называется, с грядки прямо на стол. Чем богаты? Арбузы свои, яблоки, груши, патиссоны, тыквы, кабачки всеми любимые, черноплодная рябина шикарная. Угостить гостей, себя показать, да и на других посмотреть приехали все клубы района. У каждого своя площадка, оформленная, кстати, в киношном стиле. В соответствии тематики, креативный подход и интерактивность оценивают специальные жюри. Коту на пропитание, подавите, пожалуйста. Коту на пропитание, на пропитание, подавите. Помните кота из фильма «Буратино» о харчевне-трепескаре? Чтобы попасть в тему, сотрудники клуба «Заречья» готовились несколько месяцев. Сами сшили костюмы, своими руками оформили харчевню, даже подготовили спецменю. Меню, вы читали, какое меню? Карпо-трабарские, три корочки хлеба. Мне интересно, что все это реально там представлено. Это можно попробовать. А знаете, что там 33 подзадили? Пирожки 33 штуки. Да? Очень вкусно. Вы подходите, попробуйте, оцените. Эту и другие площадки «Золотого кабачка» оценила и глава района. Алена Сокольская отметила, тему кино клубная система отработала на все 100. Но это лишь генеральная репетиция. Следующий кабачок пройдет в рамках Дня города. Тематику праздника на 2017-й Алена Сокольская подсказала уже сегодня. Мы окунемся в историю. Мы постараемся сюда привнести реконструкцию из тех далеких времен. Мы будем стараться, наверное, столетиями возвращаться. И в 19-е, и в 18-е, и в 17-е века. И я думаю, что это именно под силу нашим клубам, поскольку они умеют передать атмосферу того времени, заданного времени. Завершился праздник урожая костюмированным дефиле и традиционным взвешиванием. 16 тыкв и кабачков тяжеловесов поборолись за звание самого большого овоща. По итогам конкурса барыня тыква и кум кабачок победил кабачок клуба «Малеевский». Его вес почти 9 килограмм. Абсолютным победителем праздника стала тыква клуба «Петры».